Сломанные деревья, поврежденные крыши и обрывы линии электропередач – это все последствия ураганного ветра и дождя 8 августа в поселке Ильский. По официальным данным районы дежурно-диспетчерской службы в результате порыва ветра повреждены крыши 10 домовладений. В поселок прибыла оперативная группа района Ильского поселения. В администрации поселения под руководством главы района состояло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По ее итогам введен режим ЧС в границах поселка. Силами районного спасотряда оперативно убраны поваленные деревья с федеральной трассы территории школы 52 и с улицы Первомайской. По восстановлению электроснабжения работали 5 бригад. Основное повреждение произошло на улице Первомайской, где пострадали 5 опор. Помощь поселку оказали службы Денского и Горячеключевского районов. На обходе по обследованию домовладений задействовали более 15 человек Ильского поселения и составили акты. Также пострадавшим от стихии была оказана адресная помощь. По состоянию на 15 часов 9 августа в связи с завершением работ по ликвидации последствий ураганного ветра и дождя режим ЧС в поселке Ильский снят. В стенах районной администрации в станице Северской состоялась внеочередная сессия Совета муниципального образования «Северский район». После открытия сессии депутатский корпус приступил к работе. Обсуждались вопросы внесения поправок в муниципальный бюджет и планирования процедуры приватизации муниципального имущества. Также немало внимания было уделено разработке и утверждению порядка осмотра зданий и сооружений на предмет их технического состояния. Начальник управления образования администрации района Любовь Масько представила депутатскому корпусу доклад о передаче органам местного самоуправления львовского сельского поселения полномочий по обеспечению развития физической культуры и школьного спорта в районе. Также на сессии рассматривался вопрос о структуре администрации муниципалитета. На основании рекомендаций губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева исключена должность помощника главы по вопросам казачества и добавлена должность заместителя главы администрации по вопросам казачества, которому в подчинение переданы информационно-аналитический отдел и отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. В станице Дербинске прошел район осмотр клубных учреждений по организации летнего досуга детей и подростков. Мы живем в гостях у лета. Организатором мероприятия уже не первый год выступает Управление культуры. На конкурсе свои игровые программы представили коллективы Ильского, Северского и Азовского домов культуры. Ребята ожидали веселые представления, захватывающие конкурсы, мастер-классы и море позитивных эмоций. В гостях у лета дети смогли проявить эрудицию, ловкость и быстроту, а главное научились действовать сообща, проявляя свои лучшие качества. Районный конкурс тематических программ «Мы живем в гостях у лета» проходит ежегодно. В этом году было принято решение о проведении конкурса в тех населенных пунктах, которые удалены от районного центра и в которые не так часто приезжают крупные коллективы, централизованные системы, которые имеют высокий уровень исполнительского мастерства. Сегодня прошел один из трех этапов. Будет объявлен победитель на муниципального этапа в станице Северской, когда свои лучшие тематические программы по результатам зональных испытаний представят три лучших дома культуры. Так что всех приглашаем жить вместе с нами весело и задорно в гостях у лета. Меньше чем через месяц ребята вернутся за парты. Поэтому такие мероприятия помогут им запастись яркими впечатлениями на весь учебный год. В России теперь можно заказывать онлайн не только товары и продукты питания, а еще и бензин. В нескольких городах начали работу сразу два сервиса по заправке машин, припаркованных на улицах. Подобные услуги давно предоставляют в Северной Америке и Европе, однако в России они особенно актуальны, учитывая суровые зимы. Новые стартапы готовы заправить ваше авто даже тогда, когда вас нет внутри. Для этого необходимо установить на смартфон приложение. То, что вам нужно сделать несколько нажатий и заказать бак, и не забыть оставить открытой крышку. Сервис пока доступен в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Пользователям не нужно объяснять операторам свое местоположение. Достаточно нажать кнопку. Система вас обнаружит автоматически. Самая большая проблема была с тем, что люди просто не понимали, что это за сервис. То есть они думали, ну это когда вот там желтая лампочка или когда я где-то встал. И тогда мне нужно воспользоваться вашим сервисом. Срочно прилетели, да, как там пожарные или как там скорая помощь, когда людям в телефонном режиме просто объясняешь, говоришь, знаете, вы можете забыть про АЗС. Пока эти два стартапа занимают лишь небольшую долю рынка. В день оборот топлива составляет 16-18 тысяч литров. Это можно сравнить с дневным объёмом продаж на среднестатистической заправке. Однако компании намерены расти. И расти есть куда. Уже существуют технологии, которые позволяют отслеживать наполненность бака и отправлять автоматическое сообщение о дозаправке, если он пустой. Кроме того, открывать крышку бака можно с помощью специального кода, который предоставляется дозаправочной компании. КОНЕЦ